Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня отвечаю на ваши вопросы. Один из, пожалуй, самых частых вопросов, которые я получаю, это Александр, как найти свое предназначение, как найти свое призвание. Люди пишут мне, как минимум 3-5 письма получаю ежедневно, без преувеличия, открываю ящик, одно письмо. Александр, как найти предназначение, как найти призвание. Один человек пишет, Александр, я работаю над целями. Как мне узнать, что это мои цели? Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Самое сильное, самое главное заблуждение, которое сопровождает людей везде, люди думают, что мы можем найти наше предназначение. Нет. Наше предназначение находит нас. Но чтобы оно могло найти нас, мы должны себя проявить. Мысль настолько глубокая, но я хочу повторить ее. Не мы находим предназначение, наше предназначение находит нас. Но чтобы оно нашло нас, мы должны себя проявить. Американец Бен Пейган говорит, attraction is not a choice. Привлечение, любовь, это не выбор. Мы не выбираем, что полюбить нам. Стив Джобс говорил, мы обязаны любить свою работу, свой бизнес. Потому что любовь гарантирует, что мы будем упорствовать на грани безумия. Рано или поздно каждый бизнес сталкивается с трудностями. И чтобы пройти через них, нужно упорствовать на грани безумия. Нужно любить свой бизнес, свою работу. Поэтому attraction, любовь, это не выбор. Не мы выбираем наше призвание. Наше призвание выбирает нас. Но чтобы оно выбрал нас, мы должны проявить себя. Одно из самых интересных заданий, которые люди получают в спикер-клубе, сейчас я открою вам секрет, где я обучаю людей говорить публично, это они смотрят свое видео. И после просмотра видео должны сказать три вещи, которые вам себе понравились. Это огромный шок для каждого. Или думают, что им нужно меняться. Им нужно... Они плохие, они ущербные. Что мне изменить в себе? Но первое задание, что они получают, это не что тебе изменить, а что проявить в себе. Мы должны проявлять себя больше. Поэтому, чтобы наше призвание нас нашло, мы должны идти в неизведанное. Я снимаю это видео в Камбодже. Позади меня какой-то заброшенный замок. Здесь даже мало туристов. У меня привычка какая-то выработана с детства. Я иду на неизведанное. Получится либо нет, я не знаю. И часто не получается. Но я иду туда. И в этих местах новых, в новых знакомствах, в новых мыслях, мое призвание нашло меня. Необходимо сделать то же самое. Чтобы ваше призвание вас нашло, нужно идти на неизведанное. Нужно установить свои правила. Смотрите. Опять-таки, я знаю, что мои видео, это не самые популярные видео в интернете сейчас. И почему это произошло? Потому что я здесь установлю мои правила. Я снимаю их в ресторанах, в кафе, где шумно. Снимаю их здесь, на природе. Здесь очень жарко. Здесь градусов 37 сейчас в тени. И вот на солнце, черт его знает, сколько здесь градусов. Поэтому я буду подкрепляться. Но благодаря этой модели поведения я нахожу новые мысли. И нашел давно себя. И призвание мое меня нашло. Поэтому помните, первое заблуждение, самое сильное. Мы не находим наше призвание. Наше призвание находит нас. Но чтобы оно нашло нас, мы должны максимально проявить себя. Чтобы свой голос был услышан. Этот голос подавляется снаружи всеми силами, похвалой. Подавляется критикой. Нами манипулируют всячески. И чтобы этого не произошло, нужно максимально проявлять себя. Больше, больше и больше. Кстати, многие люди почему себя не проявляют? Кажется, что я хочу всем понравиться. Хочу быть такой, каким меня хочет видеть мое окружение. А знаете что? Чтобы понравиться окружению, будьте больше самим собой. Другой вопрос. Как еще больше понравиться вашему окружению? Ответ. Будьте еще больше самим собой. Чем больше вы проявляете себя, тем больше вы нравитесь людям. Чтобы ваше призвание вас нашло, нужно больше проявлять себя. И тогда оно вас увидит. Еще одно очень частое заблуждение, как найти свое призвание, либо как призвание находит нас. Это человек должен понять, кем он хочет быть. Вот это заблуждение стоило мне 6 лет моей жизни. Когда мне было еще 4 года, я и мои два дворных брата пошли на рыбалку. Мне было 4 года, Вовке было 6 лет, Игорю было 10 лет. Мы нашли улитку и хотели наживить ее на крючок. Мне дали стеклышко, я пилил эту улиточку, они на меня смотрели, говорят, он точно будет хирургом. Гарантирует, будет хирургом. Я это услышал. Ух ты, я буду хирургом. Потом немного выросли, и в огороде одного брата мы нашли мышеловку с мышкой. Давай ее разрежем. Давай сделаем я аппендиционную операцию. Давай. Я ее резал. Он говорит, ты точно будешь хирургом. Кем я стал, когда я закончил школу? Я стал врачом. Я пошел учиться на хирурга. Хотел ли я им быть? Я не знаю. Я думаю, что я отреагировал на эту похвалу извне. Я думаю, что кем я хочу быть? Не что я хочу делать. Я думаю, что это будет престижно. Вот так я буду одеваться в белой одежде, как сейчас я здесь в Камбодже хожу. Только звать меня будет не Александр Герасименко, а Александр Павлович Герасименко. Я думал, кем я хочу быть, а не что я хочу делать. Это очень частая ошибка. Мы реагируем на похвалу извне, на зов нашего эго, а не на то, что нам действительно хочется делать. Поэтому, когда вы решаете, что вам делать, не думайте, кем вы хотите быть. Думайте, что бы вы хотели делать. Хотел ли я резать людей? Я был хорошим врачом, мне очень нравилась медицина, но, скорее всего, не было этого клика в сознании. Это не было мое призвание. Поэтому выбирайте не на кем я хочу быть, а что я хочу делать. Еще одно очень частое заблуждение – это люди думают, что призвание выбирается навсегда. Нет. Мы меняемся. Меняются наши ценности. Меняется все вокруг нас. Мы растем над собой. То, что было мне интересно лет 5 назад, 7 назад, мне больше вообще не интересно. Я изменился. Я стал выше. Выше стали мои знакомства. Призвание выбирается на период жизни, на одну стадию, на которую можно выложиться на полную. Вот именно на этой стадии нужно будет проявить себя полностью, что призвание тебя нашло. А теперь скажу вам три сигнала. Сигнал, что ваше призвание так и вас нашло. Сигнал первый. Пожалуй, самый главный. Если вы можете фокусироваться подолгу на одной активности, та активность, где ваш фокус может лежать 8, 10, 12 часов, это ваше призвание вас нашло. Если вам не хочется уходить на пенсию, это призвание вас нашло. Если вы приезжаете в отпуск и занимаетесь там своим отделом, которого вы не можете оставить ни на секунду, это ваше призвание вас нашло. У меня, когда я записываю подобные видео, когда пишу посты, мое состояние похоже на улет какую-то трубу. Я вот лечу по ней вниз, я собираю идеи. Здесь я беру одну идею, там беру другую идею. Часто даже я не особо продумываю мои видео. Я включаю камеру, идея приходит самим, что я улетаю в эту пространственную, какую-то временную связь. Вот что происходит со мной. Это означает, что я на своем месте. Призвание мое нашло меня. У меня были случаи, когда я приходил в магазин, набирал еды в корзинку. Из этой корзинки прям приходил домой, потому что походу у меня были какие-то идеи, я их записывал в телефоне либо диктовал их. Потом пришел, елки-палки, я пришел с корзинкой домой. Настолько сильно я увлечен тем, что я делаю. Если вы можете фокусироваться подолгу на одном действии в 8, 10, 12 часов и вы получаете удовольствие от этого дела, значит, ваше призвание вас нашло. Еще один очень хороший показатель, что ваша фокусировка на правильном месте, это то, что вас не истощает фокусировка, а она питает вас силами. О чем ваш внутренний диалог? То есть, о чем вы обычно общаетесь сами с собой и с друзьями? Друзьями бывает так, что мы проявляем слабость. Наш голос подавлен, мы слушаем их, мы больше поддерживаем их тему. Но о чем ваш превалирующий разговор с самим собой? Если это какое-то дело, какой-то бизнес, это именно ваше призвание вас нашло, либо вас зовет к себе, уделите внимание этому внутреннему голосу. Это был первый сигнал, ваша фокусировка, на чем она, ваш внутренний диалог, ваши мысли, с чего вы не хотели быть и на пенсию. Второй сигнал, что ваше призвание вас нашло. В НЛП есть модель, есть модель обучения, называется моделирование. То есть, вы на кого-то смотрите и вы повторяете то, что он делал. Так происходит всегда. Дело здесь не в НЛП, нет манипуляций никакой. Дело в том, что так мы учимся с детства. Когда Сашка, моя дочка была еще маленькая, ей было годик и два месяца. Она была вот такусенькая. На стеклянном столике у меня в большой комнате стоял проигрыватель, сервопроигрыватель. Там была такая большая круглая ручка. Как я делал там громче? Он был низко, низко стоял, само собой подходил и так вот ногой регулировал громкость. Что делал ребенок? Она вот такусенькая, маленькая, она подходит, держит за это скользкое стекло, поднимает ногу буквально как ван-дамм и пытается регулировать громкость. Ей было бы удобнее просто руку протянуть. Почему она это делает? Потому что она моделирует мое поведение. Что делал я, тоже делает и она. Так вот, природа заложила в нас модель обучения. Если мы обучаемся у кого-то, если нам нравится кто-то, будем больше у него учиться. Если вам кто-то нравится, кто-то ваша ролевая модель, ваш пример в жизни, то, возможно, это ваше призвание стучиться к вам, внушив в вас любовь к этому человеку, чтобы посредством любви вы начали больше и больше у него учиться. Потому что самая главная модель обучения, самая сильная, это моделирование. Мысль очень глубокая. Но если вам нравится кто-то очень сильно, то, возможно, это ваше призвание стучиться к вам через этого человека, чтобы он вам понравился, и вы стали больше моделировать его, учась у него делать то, что он умеет делать. Итак, второй очень главный сигнал, очень сильный сигнал, как найти свое призвание или помочь, как я говорю, призванию найти себя, это уделить внимание тому, кого вы моделируете, кто вам очень сильно нравится. Будьте осторожны в выборе ролевой модели кого-то из политиков и актеров. Это люди, они профессионалы в создании психологического впечатления, и здесь могут быть просто некоторые элементы манипуляции, которые очень сильные, которые вы не замечаете. И третий сигнал, что ваше призвание вас нашло. Пожалуй, самый сильный сигнал, который только мог быть. Я прошел его однажды, это тест. Тест называется «А пошли вы все нафиг». Помню, когда я отучился на медицинском факультете, я бросил медицину. То есть учиться 6 лет и бросить ее, это была сильнейшая инвестиция моего времени и моих усилий. В медицинском факультете нельзя получить двойку и не пересдать ее. Любая двойка пересдается обязательно. То есть 6 лет, это 6 лет учебы, а не протирания штанов в институте. Я отучился, я понял, что это не то, что я хочу делать. Я ставил медицину, и каждое утро я просыпаюсь, и приносит мама, папа, другие родственники, тетю приглашали, дядю, друзей врачей, чтобы они с ним побеседовали. Саша, как же так ты бросил медицину? Саша, ну как же так? Я просыпаюсь в 8 утра, без привлечения, это было месяц минимум длилось. В 8 утра я просыпаюсь, но кто сегодня? Ах, вы дядя Володя, да, пожалуйста, Саша, нужно поговорить, нужно поговорить. И всех вежливо выслушал. Но тест, а пошли вы нафиг, я прошел. Так вот, если можно сказать всем, пошли вы нафиг. Если ваше призвание так сильно вас зовет, что вы готовы отрицать любого и каждого, потому что этот зов настолько сильный, значит, ваше призвание вас нашло. С вами был я, Александр Герасименко. С тремя способами, с тремя первыми вещами, три иллюзии, которые мы развеяли с вами. Первое, это не вы находите призвание, ваше призвание находит вас. Но чтобы оно вас нашло, нужно себя максимально проявить. Второе было, если... Второе заблуждение, мы не решаем, кем нам быть. Нужно решать, что мы хотим делать. И третье, самое сильное заблуждение, это призвание выбирается не навсегда. Призвание выбирается на 5-7 лет, когда мы максимально чем-то увлечены. Потому что наша фокусировка не может долго удерживаться на одной вещи, 5-7 лет. Мы это уже узнали. Нам хочется идти дальше. И три явные сигнала, что ваше призвание вас нашло. Сигнал первый. Вы очень долго можете удерживать фокусировку на активности, где ваше призвание находится. Второе. Вы восхищаетесь людьми, которые в вашем призвании добились многого. И третье. Вы можете пройти, да пошли вы всем нафиг, тест, когда ваше призвание так сильно к вам стучится, что вы просто не можете игнорировать этот внутренний сильный голос. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.